начинайте тогда председательствующий владимир карлович меня лучше знает чем вы скажете лучше всего меня знает и венериручка он считал что ульга анатольевна максимум аспират максимум кандидат у вас есть начальники кандидат ну пожалуйста начинайте нашего гостя нашего друга доктора философских наук профессора еще недавно был завсектором института философии а сейчас завотделом тогда что завсектором я остаюсь мы притушим свет потому что я так чувствую что это а то уже контр меня начинает понижать должности нет мне того что он хорошие люди лучше уже ты не скажешь я начну мы сможем выключить вот тот свет углу который затем но конечно за вы же на экран будете смотреть вот это нормально такая уважаемые коллеги я первый раз выступаю на этой загадочные научно-учебные группы я вообще плохо понимаю о том нам объяснят я так понимаю здесь маститы и доктора наук тут есть кандидаты наук и есть молодые магистры и может быть даже бакалавры люди которые объединены общей темы в данном случае эта история русской мысли в широком смысле общественной мысли философской но вот так договорились что поскольку я очень симпатизирую всем руководителям этой группы что если понадобится какая-то внешняя помощь участие в работе что я готов любой момент и вот коллеги меня любезно пригласили сюда тем более что здесь вышки я бываю довольно часто в частности благодаря евгению григорьевичу и его компании с удовольствием бываю кроме того я тут родился практически на мясницкой вот мой дом и теперь новое здание вышки я там прожил до сколько до пятого класса школу с рождения и прямо напротив на мясницкой дом 11 до вот я думаю что мы можем все таки в кривоколенный смотрим я сейчас пару слов поэтому я с удовольствием пришел к вам и хочу поговорить о николай михалыч карамзине его классической работе письма русского путешественника который является главной русской книгой 18 века вот если вы начнете думать какая книга у нас представляет 19 века или 20 каждый может назвать целый список а в отношении 18 века все-таки известнее лучше и занятнее во всех отношениях чем письма русского путешественника на на все возрастания и с детства читаю нет так вот в этом юбилейном году карамзину 250 лет в этом году я решил заняться плотную письмами русского путешественника тем более что николай михалыч карамзин если уж и может быть не близкий родственник то во всяком случае какой-то отдаленный однофамилец потому что сам он говорил что происходит из татарского княжеского рода кармуза никто его за язык данном случае не тянул я верю ему нас вот и вот так вот я решил отпраздновать его юбилей и по родственному и по научному и хочу представить вашему вниманию новое видение вот этой знаменитой книги письма русского путешественника вот это наконец прокомментирую этот портрет везде он считается портретом карамзина чем перескакивать прошу прощения может быть он действительно как-то и и закрепим чё на пляж не регулируется дождите escape давайте мы тогда это сделаем потому что дальше пойдет пойдут тексты может мы вот так она будет сокращенный тогда он не будет прыгать вот так хорошо в историческом музее висит этот портрет карамзина видно что ему здесь нет 30 лет это единственный портрет его условно говоря с 20 до 30 лет то есть этот период его путешествие если это карамзин я считаю что это очень похоже что это действительно николай михайлович и скорее всего рисовал его знаменитый федор рокотов тогдашний наш такая прима художественного портрета насти проходи пожалуйста он рисовал во первых это его стиль рисовал молодых людей выхватывал их из мрака это вот его подсветка плюс к этому сам рокотов был масоном он был незаконно рожденным сыном князя репнина который был очень близок с николай новиковым в крючке которого рос молодой карамзин то есть это очень вероятно что это во первых карамзин во вторых я почти уверен что это рокотов может быть доделывали портрет сотрудники рокотова подмастерье потому что его в работе одновременно находилось около 50 портретов кто из вас учится и работает у вас на старой басманной прямо напротив вышки это вашей стекляшки то на той стороне не знаю сейчас в лесах стоит некоторое время его ремонтировали флигель дома рокотова где скорее всего и написано этот портрет понимаете старая басманной дом 30 дробь 1 красненький дом можете его посмотреть скорее всего вот этот портрет написан как растут это я к тому что вышка здесь видите топографически еще очень удачно расположен во всех смыслах об этом доме тоже сейчас пойдет речь вот эта книга которая будет презентироваться 18 ноября в институте философии она еще и и у кого нет кроме как у меня она вышла хорошим издательстве я использую портрет работы рокотова это молодой карамзин скорее всего вот таким он уехал путешествий повторяю 18 у нас второй день где будет такой международный день швейцарцы придут посол придет статс секретарь министерства иностранных дел второй человек в миде швейцарском придет это наш знакомый с владимиром коровичем и в россии и нынешний посол господин пьер хельк они оба придут 18 поэтому я всех приглашаю теперь смотрите это кривоколенный переулок это дом из которого карамзин уехал в путешествие это дом 12 вы можете легко его сейчас определить место где он стоял потому что вы видите вид на меньшинскую башню это вот там где изгибается как раз кривоколенный переулок туда уходит вдаль к чистым прудам налево это то что сейчас называется банковский переулок и вот ведь на менчикову башню карамзин много писал том что и в письмах русской путешественники о том что вспоминает свою мансарду он жил на третьем этаже в общаге вот этот дом трехэтажный это масонская общага для молодых масонов которые были задействованы в типографических проектах николая новикова и кстати эта башня менчиковая она была реставрирована масонами масонском стихе до сих пор декоре сохраняется чтобы вы еще лучше сориентировались по это близко к современному виду кривоколенного переулка то есть мы вот сидим здесь вышка на этой стороне а соответственно на той стороне вот этот дом вот этот угловой дом муки не большой вот о котором сейчас говорили на углу с армянским это действительно где жил гердяев вот а дальше вот там где розовый это сейчас феррин вот это как бы аптечный магнат она построена в начале двадцатого века а вот в глубине трехэтажный дом находится это бывший дом новикова только он был двухэтажным вот там у них был офис условно говоря масон а там где ферриновская общага где находился общага вот этих масонов где жил карамзи вам сейчас придется следить за экраном потому что многие вещи я поскольку будет текстологический анализ новое прочтение подразумевает что на слух не все воспринимается поэтому мы пойдем энергично но все таки я буду это демонстрировать еще и на экране в этот текст посмотрите что меня насторожило многократно прочитанных письмах русского путешествия считалось так что письма это письма которые во время путешествия карамзин писал потом он их взял и опубликовал под общей обложке письма русского посвятил он эту книгу супругом плеще его алексею инастасий плеще его и написал вам писано вам и посвящая поэтому в девятнадцатом веке считалось так что это письма который он писал во время путешествия запомните даты 1789 1770 790 это как раз период взятия бастилии вот это он как раз путешествие узнал об этом событии выехал он из москвы доехал до санкт-петербурга оттуда пешим так сказать в гибитке вдоль побережья на кенигсберг дальше германия вся потом спускается в швейцарию потом франция англия все путешествие продлилось 14 месяцев и в июле девяностого года он вернулся а уехал из москвы в мае 1789 так вот первое что меня насторожило во всей этой истории потому что ну как обычно приходишь какому-то новому прочтению в традиционной версии тебя что-то настораживает ты начинаешь пытаться увязать концы с концами не получается появляется какая-то новая версия которую ты потом пытаешься доказать и в итоге как я считаю она уже близка к доказательной то есть у меня альтернативной версии того что произошло с карамзином и как появились письма русского путешественника первое что очень важно он не писал из-за границы вообще никакие письма русского путешественника называется описем никаких не было вот смотрите это июнь 90-го года он уже в англии и скоро как вы видите он собирается возвращаться в россию кому он пишет он пишет своим ближайшим друзьям те которые его провожали в это путешествие ивану дмитриеву знаменитому поэту и его брату офицеру тогда александру ивановичу дмитриеву для того чтобы они первый раз вы по тексту поймете первый раз он говорит увидите братьев моих а у него в россии осталось два любимых братья старший василий младший федор поклонитесь от меня сестре любимая сестра с которой они когда были в москве он с ней не расставался она в замужестве кушникова уже было но они очень любили друг друга и до путешествия и после путешествия они очень часто общались а во время путешествия даже не пишет что он письмо его и когда она появляется она появляется 13 месяцев из россии а книга называется письма русского путешествия вот это в переписке карамзина и братьев дмитриев найдено это письмо но кстати достаточно известно но мне кажется никто так до конца толком они объяснил почему он 13 потом 14 месяцев будет путешествовать он еще месяц просидит лондон за 14 месяцев написал одну краткую записку ведь на скорую руку пишет это только тогда когда он решает вернуться в россию почему ничего раньше теперь смотрите следующее следующее письмо не менее интересно это та самая плеще его анастасия иванова плеще его который он посвятил письма русского путешествия из этого письма следует она написана еще позже это середина июня 90-го года прошло уже больше 13 месяцев после того как она пишет откровенно что она от него не получила ни строчки хотя ему писала пытался его застать и видимо он либо не получал либо не отвечал но во всяком случае и ей он не написал ничего а это та самая плеще его которую потом посвятить письма русского путешествия вот это это же загадка и и таким образом надо объяснить что я здесь выдвигаю какую версию когда он уезжал отсюда была договоренность что он писать не будет плеще его просто было так сказать стороне от вот этой группы которая его отправляла за границу она к масонам имела очень косвенное отношение вот а люди которые им дмитриевы другие его друзья они ему не писали сами потому что была договоренность и не ждали от него писем потому что сказали что чтобы он не писал почему это требует очень серьезно объяснить давайте поедем дальше вторая тема которая меня насторожила это извините меня денежный вопрос человек 14 месяцев путешествовал по европе будучи не просто бедным а будучи почти нищим он жил вот этом масонском доме на полном коште у новикова трехразовое питание бесплатная общага и единственные деньги который получал это он получал у новикова за то что редактировал журнал детское чтение это приложение газете московские ведомости в мае 89 года он прерывает сотрудничество с новиком и соответственно никаких денег больше не получает есть официальная версия что якобы он продал часть наследства та треть которая досталась от отца за деревню знаменская продал старшему брату василию и вот на эти деньги путешествую но во первых это по всем источникам ясно что это знаменская это мельчайшая деревенька которая не приносила никакого дохода она была разделена среди трех сыновей от первого брака после смерти отца а самое главное деньги за свою треть вот эту несчастную карамзин получил только в 1795 году то есть спустя шесть лет после начала путешествия и больше того он их не на себя потратил а тут же отдал плещееву которые тогда очень сильно нуждались на эти деньги они сумели выкупить свое имение из долгов и отправить старшего сына на обучение в частный пенсион в питер значит констатация следующая я могу эту тему еще там развивать еще есть доказательства но просто вторая важная тема первое никому не писал по какой-то причине второе поехал не имея денег откуда день значит вот эти две темы очень серьезный на мой взгляд заставили меня присмотреться к обстоятельствам поездки опять тоже самое плеще его пишет известному масону кутузову который был в командировке тогда от масонов в берлине но за границей они не пересеклись с карамзином плещеева прямо указывает на то что причиной вояжа карамзина был некоторый человек или некоторые обстоятельства сама она была против путешествия но после того как ей объяснили в каких обстоятельствах оказался наш друг карамзина то она сама была одной из первых кто уговаривал его уехать значит произошли какие-то форс-мажорные обстоятельства в результате которых он вынужден был уехать теперь смотрим конкретизацию этих обстоятельств это очень важно смотрите это письмо опять тоже самый плеще и вы кутузову карамзин уже в это время возвращается они еще не встретились но он уже возвращается в россию это лето 90-го года плещеева пишет кутузову не просто обстоятельства а конкретной фигуре которая стала источником неприятностей карамзина из-за которого он вынужден был уехать она его называет тортюфа нормально видно да коллеги потому что это очень важно здесь нет некоторый изыск в так сказать в оформлении но я думаю читабельно экран хороший все хорошо сидит она пишет о том что это были такие обстоятельства что у нее внезапно открылась она боялась что-то чехот представляете вот это это женщина которая считала себя его матерью карамзина она была его старше на 15 лет но относилась к ней по матерински к нему и вот когда вот этого сына как она считала какие-то обстоятельства заставил у нее пошла горлом кровь она была близка к чахотке и все всю вину за отъезд карамзина она обращает на какого-то злодея которого называет тортюфа этих этих писем подобных можно насчитать 5 6 я вот еще одно привяжу смотрите опять нельзя простить этого злодея я вину не себя а причиной отъезда рамзея это масонская кличка карамзина был именно этот злодей то есть так вот на самом деле тема тортюфа не я ее открыл она в общем то присутствует и вы сейчас увидите что существуют разные версии во первых вот это переписка масонов было опубликовано борцковом очень известным нашим публикатором и литературой ведом в середине девятнадцатого века в семидесятые годы сам сами публикаторы сначала думали что это тортюф это масон семен гамалея очень известный близкий к новикову человек я думаю что все вы знаете откуда пошло наименование тортюф это комическая пьеса мальера 1667 года я ее французской спецшколы который недалеко читал в оригинале свое время для меня это понятно но я думаю что это настолько вошло в интернациональный обиход что все понимают что тортюфом называется человек не тот кто враг откровенно а тот кто долгое время прикидывается другом другом дома а потом начинает эту семью изнутри разваливать данном случае тортюф у мальера начинает как приударять за эльмирой женой своего благодетеля аргона который ему дал кровь и так далее причем делает это все под видом но это такой у шекспира вот ярко да а у мальера тортюф это человек который изнутри разваливает ситуацию то есть этот человек на которого не думали что он враг но по факту он оказался жутким вот интриганом и за внешне внешне святостью а мальер вы знаете он святоша он священник но на самом деле нутро абсолютно прожженное интриганское и сладострасное так вот это такой тайный сладострасник который маскируется под друга дома и такого значит человека божия так вот сначала грешили первые публикаторы на семена гамалею потому что он считался там самым большим большим человеком среди всех остальных он был наиболее верующим но когда я это прочел эту версию я сразу понял что это конечно не может быть гамалея у него прекрасная репутация человек до конца жизни кроме того всем известно что он 30 лет прожил с умирающим новиковым в его имении авдотина под москвой скончался там ухаживал за его семью и так далее но это никак не может быть гамалея даже не хочу на этом останавливаться хотя вот некоторые публикаторы на этом застрелили теперь смотрите как все-таки ищут тортюфа ведущие карамзиноведы вот главный наш карамзиновед 19 века 1899 год это сиповский который написал классический труд вот тот который так сказать у меня настольная книга карамзин автор писем русского путешественника огромная тамина который сейчас мне удалось достать он считает что видите плеще его воюют с этим тортюфом это что у нас значит что интрига шла изнутри масонов вот почему все так сказать тогда думали может быть на какого-то своего он у нас не сыграет лещик 3 грузотели я надеюсь что вы здесь спасибо значит что изнутри масонского круга человек который близ близок на веков это мнение сиповского теперь скажу вам а юрий михал челотмане это крупнейший нас 20 века соответственно карамзиновед и многие читали его знаменитую книжку сотворение карамзина кроме того та книга который письма русского путешественника классическое академическое издание это под его редакции это его тоже детище видите лотман другую версию придерживается что это в связи с гонениями на масонов которые скоро обрушится действительно через некоторое время с девяностого года начинается полноценный наезд на новикова а в девяносто девяносто втором году его по приказу екатерины второй хватают и сажают в одиночку петропавловской крепости и мы эту историю узнаем так вот он считает что это внешне кто-то не изнутри а кто-то внешне ну я вам коротко скажу свою версию это князь говорил гагарин который по моим по моим мнению это вот в этой монографии в ряде статей я доказываю версию что тортюф это гаврил гагарин вот это идеально подходящий к этой характеристики знаменитые исследователи русских масонов серков так и пишет его тяга к богу и религиозности могла сравниться только с его сладострасти то есть он одновременно и такой и такой вот это классический вариант тортюфа какой его здесь интересно дело в том что князь гагарин это крупнейший масон но только шведского обряда новиковцы были на германию на розенкрейцеров германских ориентировались что касается питерских они были в основном шведского обряда после того как екатерина значит почистила питер от масонов князь гагарин переметнулся на сторону полностью по сигнал екатерине она его назначила на ведущий пост в москве председателем департамента сената тут то есть таким царевым оком здесь в москве но поскольку он масон он вошел в доверие большой к новиковскому кругу но если гроссмейстер масонского ордена бывший они естественно ему доверяли свои секреты девяносто втором году во время процесса против новикова гагарин стал главным свидетелем против новикова и кстати против карамзина тоже в общем здесь можно спорить но я считаю что вот этот человек был гагарин еще одно косвенное возможно но важное доказательство это то что пишет граф растопчин близкий друг карамзина как вы знаете карамзин у него жил в эти годы и в доме его на любянке вы знаете этот дом растопчинцы особенно во время наполеоновского нашествия когда он был генерал-губернатор долгое время в эти годы жил его на даче в сокольнике то есть это ближайший карамзину человек откуда растопчин он пишет записку о мартинистах в одиннадцатом году откуда вообще мог знать гагарина он с роду никогда с гагарином не не пересекался и так далее у меня версия такая что этот доклад аналитическая записка для царя александра первого было написано вот этот фрагмент написан со слов карамзина который дал свои некоторые комментарии тут ничего такого особенного то не сказано но сказано очень важно что это был предатель который прикидывал со своим долгое время узнал все секреты намеков навековцев а потом предал из страха и был одним из главных свидетельств свидетелей при посадке навекова благодетеля и большого старшего друга самого карамзина вот смотрите что пишет петров карамзину женеву он это единственное письмо близкого друга вот они жили в общаге в одной комнате здесь он его в сентябре восемьдесят девятого года послал на женеву небольшую записку где желает ему что чтобы в его путешествие он умел ценить людей потому что злые люди есть везде вот эта фраза смотрите для серьезных текстологов а мне кажется что мы вот такой разговор сейчас введем важный текстологической что утешало бы тебя в твоем опыте что везде есть злые люди это явный намек на то что петров в курсе что из-за каких-то злых людей или конкретно одного злого человека карамзина отправился за рубежное путешествие то есть это некоторое косвенное доказательство моей версии кстати этот петров очень рано умер в девяносто третьем году и в некрологии на него карамзин процитировал это письмо которое он получил женеве и он меняет там фразу что везде есть злые люди на формулировку везде есть зло то есть это показывает что карамзин хотел смикшировать вот указание на конкретных людей зло абстрактное зло это единственное исправление в цитате все остальное он абсолютно точно цитирует письмо не только в этом фрагменте он меняет это значит что здесь важный какой-то нюанс о котором мы должны знать ну это известный портрет левицкого работы левицкого нашего николая новикова на мой взгляд это он отправил карамзина с глаз долой чтобы он не мешался в некоторых масонских делах каким-то образом карамзин оказался замешанным в качестве главной мишени в интригах князя гагарина что из него хотели сделать стукача или участника каких-то там непристойных сборищ что за гагарином числилось и так далее в общем новиков хотел убрать его чтобы он не стал предметом раздора все-таки гагарин на тот момент был чрезвычайно влиять на фигуру а на веков до поры до времени очень лоялен был властям московским и не хотел естественно никем ссориться но у него у него долгое время это получалось до 90-го года это получалось потому что генерал-губернатором москвы тогда был еропкин это очень известный человек заслуженный он хорошо относился к новикову а все близкое окружение еропкин это просто были масоны из числа близких к новикову людей поэтому при еропкине новиков чувствовал себя абсолютно защищенным но вот этот раздор с гагарина из-за карамзина он хотел как-то купировать и убрать карамзина из москвы теперь смотрите коллеги вот тут начинаются сами письма русского путешественника я беру только первое письмо для начала их будет всего несколько принципиально поэтому вот попытайтесь прочесть вот это письмо очень важно уже под новым углом зрения то есть моя версия заключается в том что он был не свободным путешественником на собственные деньги а наоборот был отправлен из москвы как беглец фактически как иммигрант на деньги лично на веков без всякого конечно масонского задания потому что его статусу масонской иерархии у николай михайлович был крайне низок он был всего на второй ступени брат такого с низкой дипломатической миссии конечно за границу не посылали ему просто дали деньги и сказали уезжай по крайней мере на год а может быть и больше мы тебе скажем когда можно вернуться вот эта версия и теперь читайте первое письмо дело в том что она чрезвычайно важная на мой взгляд потому что она первая я потом вам еще покажу в конце последние письма и вы можете что меня здесь особенно занимает и вас наверное должно тоже так сказать резонуть глаз помните друга но без всякого горестного чувства как вам нравится эта фраза вообще о каком горестном чувстве можно вести речь если человек уезжает за границу ему предстоит швейцария ему предстоит париж ему предстоит лондон вот вы когда друзей отправляете в париж вы горюете или завидуете я думаю что очевидно что здесь есть намек мы его просто до поры до времени не видели что вообще-то люди которые его снарядили отпустили они о нем горевали что у него вот такая судьба тяжелая фактически потенциального скитальца беглеца и фактически эмигранта без права переписки и без гарантии что вообще вернется потому что то что он вернулся вернулся это потокует отдельный вопрос отвечаю на два вопроса первый почему он уехал 2 почему же он тогда вернулся теперь смотрите второе письмо будем очень кратко кому приезжает он в питере он выезжает отсюда из этого московского дома на криво колено от вас можно сказать из этого квартала уезжает в питер сначала это кстати сразу показывает что наезд на него осуществлялся из москвы потому что если как говорит лотман это екатерининский интриги никогда он в питер не поехал столицу если это центр наезда на него значит он едет едет свободно в петербург больше того он там по заданию новикова который петербуржес в общем-то изначально был он получает некоторые рекомендательные письма чтобы вести себя более спокойно за границу поэтому едет в петербург и живет в семье дмитриева вот у старшего дмитриева александра ивановича дмитриева и вот смотрите это второе письмо на котором тоже как бы не очень обращают внимание но здесь для нас очень много намеков и сигналов мне вообще кажется что карамзин на протяжении всей книги письма русского путешественника подает нам сигналы как было на самом деле на такие маячки забрасывал потому что писал то он в том числе и друзей которые знали прекрасно что с ним случилось чем будет их обману это он нам голову морочит уже 200 лет понимаете а своим друзьям то чего потом когда плеще его выяснилось как он путешествовал дмитриевы которые с которыми он прощался конечно он и для них пишет так вот он приезжает к александру дмитриеву а тот находится в очень тяжелом состоянии но по какой причине это дмитриева слова состояние мое совсем твоему противоположно говорит дмитриев старший понятно противоположно он страдает как он думал неразделенной любви этот александр дмитриев офицер карамзина он думает ты меня понять не можешь ты уезжаешь наслаждаться за границу поэтому мы с тобой совершенно разные люди ты спрашиваешь почему я такой смурной а ты меня понять не можешь ты едешь наслаждаться я тут чуть ли на себя руки уже не собираюсь накладывать из-за страдания любого и смотрите что отвечает на это карамзин это второе письмо всего в письмах русского пишет смотрите что говорит карамзин не думай мой друг чтобы ты видел перед собой человека довольного судьбой а едет в париж почему он недоволен своей судьбой он едет якобы он мечтал об этом путешествии вот он наконец едет смотрите вот я много вещаюсь я несчастный у меня несчастный жребий много молчали прохаживались то есть выясняется что они равны в своем несчастье один страдает от несчастной любви другой страдает от того что он часто разделен один с любимый второй будет разделен через несколько дней с родиной и это тоже большое несчастье об этом карамзин мне кажется говорит открытым текстом это просто второе письмо в письмах русского путешественника это май восемьдесят девятого года теперь посмотрите очень важный момент вот это младший дмитриев иван иванович очень известный человек впоследствии это будущий министр юстиции при александре в юности это ближайший человек карамзину и они всю жизнь с ним переписывались до смерти карамзина в двадцатом году дмитриев потом в общем долго его оплакивал написал много чтил его память участвовал установлении памятника но это влиятельный действительно тайный советник потом то есть это человек супер генеральских всех возможностей со всеми орденами российской империи вот это его юношеский друг они еще в санкт-петербурге когда вместе служили в разных полках вот что дмитриев пишет в конце жизни это его племянник издал 66 году уже после смерти ивана ивановича но это позднее мемуары дмитриева когда его спросили а что ты знаешь о карамзине и о его путешествии дмитриев сделал вид что он ничего не знает про это путешествие что смотрите что пишет ну встречались в москве потом разлучились он куда-то там отправился в чужие края пишет не за счет общества масонского нет она собственно нижневеки то есть вот эту версию он столбит что да подтверждает что за собственный счет это какой счет непонятно денег у него на тот момент не то есть вот это вот фраза мемуары дмитриева она показывает о том что он так тайну тайну карамзина и не выдал а я его портрет здесь привел потому что на мой взгляд и вы сейчас увидите по моему бесспорное доказательство что активным образом иван дмитриев участвовал в побеге карамзина за границу смотрите вот это это уже спустя многие годы после путешествия это лето 1810 года когда уже ослабла их конспирация карамзин фактически проговаривается он говорит о том что он едет сварова в одной из своих имений нижегородскую губернию там уклад за масса и и пишет эта дорога напомнит мне лета первой молодости путешествие наше с тобой пределом нашей общей родины никогда не до не после никогда вместе не путешествует пределом родины пределы родины это граница то есть карамзин несмотря на конспирацию проговаривается в десятом году в частной переписке никто же не знал что мы будем от все читать и анализировать один друг пишет другом тем более в десятом году дмитриев уже министр юстиции кто может вообще что сделать с такой крыши санкт-петербургской карамзин немножко расслабился плюс семейные несчастья там гибель смерти детей и так далее ну понятно что вот эту тайну он невольно разболтал что оказывается иван иван дмитриев сопровождал его границы какое какой маршрут это из петербурга вот они вместе пожили в семье александра дмитриева и надо было проводить я не исключаю что оба брата были но вот иван иван был точно вместе с ним что такая тогда была граница это туда уже за ригу туда к восточной пруссии уже на кенигсберг где уже проходила граница вот туда они его сопроводили но нигде об этом ни слова не было сказано потому что про иван иванович естественно никаких слов письмах русских путешественника нет это была их тайна но тайну он сам выболтал 10 году а теперь смотрите еще одна еще одна фраза из другого письма это он пишет тому же самому ивану дмитриеву карамзин из нижнего новгорода где во время того как дом растопчина где он жил в москве был сожжен он вынужден был уехать сначала ярославль отправили семью а потом они все приехали всей семьей карамзины в нижний новгород посмотрите что пишет оттуда это двенадцатый год во время наполеоновского нашествия карамзин дмитриеву из нижнего новгорода оттуда отправился в нижний думаю опять странствовать что это значит опять странствовать собирается дальше и не в виде беглеца какого беглеца из пожарной москвы не это не беглецы с надеждой увидеть пепелища любезную москву потому что восемьдесят девятом году он не знал увидят ли он москву вообще он отправлялся в бессрочное изгнание как тогда предполагали без права переписки то есть мне кажется что вот эта фраза она конечно сама по себе это письмо очень известная кстати и его печатают во многих местах но если мы не знаем роль дмитриева в победе мы конечно на него не обратим внимание но если мы уже знаем а мы знаем что мы по-другому отнесемся к этому письму теперь пойдем быстрее вот один из наших любимых с владимиром карловичем кантером городов германии это дрезден хороший да так вот это письмо короткая записка карамзина это вторая его небольшая записка первая которая будет позже это из лондона что он возвращается а вот из дрездена он черкает несколько слов своему другу по общению масонской петрову она не сохранилась она сгорела видимо вместе с архивом карамзина в двенадцатом году в пожаре москвы но петров ему отвечает вот то самое письмо где он ему желает встречаться с хорошими людьми не то что стой вот сволочью которая его здесь так сказать принудила к побегу хотя плохие люди есть везде петров отвечает карамзину в женеву и карамзин это письмо получит жене уже в швейцарии мы можем реконструировать что писал карамзин петрову в этой короткой записке вот что пишет петров видите стоило тебе денег уведомить в каких обстоятельствах твой кошелек зачем уведомить он до сентября уже четыре месяца прошло ничего не писал они ему не писали это первое письмо петрова к нему это видно по всему по контексту видно значит карамзин из дрездена дает сигнал что деньги то летят быстрее чем вы и я предполагали когда меня снаряжали он действительно уже в дрездене это только второй месяц путешествие идет а всего 14 а денег уже не хватает и судя по тому что потом так происходит и эту тему карамзин закрывает судя по этому петров дал сигнал спонсорам и его материальное состояние было как бы восстановлено и больше эту тему не не подымать теперь просто перечитайте письмо из нашего любимого треста на и вы поймете то настроение в котором карамзин решился первый раз нарушить молчать здесь мне кажется у него уже начинаются некоторые душевные очень серьезные переживания посмотрите это он пишет из дрездена что он болтается один вообще так туристы себя не ведут заметьте он не знает куда себя девать дальше обратить особое внимание на фразу кто еще не заперт в клетку у туриста не будут такие переживания которые едет в вольным вояжером как тогда говорили за свои деньги кто может подобно птичкам небесным быть и здесь и так то есть да он пока не заперт в клетку у него альтернатива вообще была быть запертым в клетку в россии если бы вовремя не сбежал а сейчас он как птичка небесная может вообще-то пользоваться полной свободой единственное что мне более это вернуться в москву и вот в этом так сказать и вся вся трагедия письма русского путешествия он казалось бы путешествие по всей европе за одним исключением он вернуться в россию не может а так вот как птичка куда глаза глядя может путешествовать вот мне кажется что в этом душевном состоянии начеркнул из дрездена письмо где про болтался вообще никогда не выклянчивал деньги и не будет но он просто говорит ты знаешь вообще-то что-то не складывается я трачу значительно больше чем планировать и теперь я быстро достаточно перехожу если кто-то придет я очень всех еще раз приглашаю 18 на презентацию книги швейцарские странствования я там буду об этом подробно говорить но просто сейчас коротко в виде анонса скажу что конечно загадка швейцарии она наибольшая загадка во всем раскладе во первых в швейцарии он из 14 месяцев провел 6 то есть это столько же сколько во всех остальных странах германии во франции в англии вместе взять дальше из этих шести месяцев пять месяцев он провел жене вот юрий михаус лотман который мы тоже очень любим о котором писали многие присутствующие он в свое время очень удивлялся он специалист по карамзину очень хороший сильный но он никак не мог понять что делал карамзин пять месяцев в жене чего там делать карамзину решительно нечего делать жене и это видно по песням русского путешественника видно что ничего не происходит его жизнь какие-то абстрактные рассуждения и кроме того такое динамичное путешествие где каждый день новый город новое впечатление тогда не вдруг раз жене задерживаться на пять месяцев это конечно требует ответа лотман считает что он нам лапшу вешает на самом деле согласно версии лопана возможно вы знаете он убежал в париж смотреть французскую нефиг действительно ему делать жене вся концепция лопана сотворение карамзина что вместо швейцарии он направился в париж сам карамзин конечно понимает что ему надо как-то объясниться с читателями чего он здесь застрял и вот он пишет в письмах русского путешественника это 2 октября 89 года так судя по всему это второй день его пребывания потому что он в этом же письме пишет что вчера я уже ужинал в одной компании там с чего мы можем заключить что примерно 1 октября он приехал в женеву и вот здесь он говорит он должен объяснить почему он остановился здесь почему он снимает квартиру раньше два дня в отеле и дальше а здесь он снимает причем проживет в этой квартире пять месяцев сейчас в женеве висит мемориальная доска на этом доме может быть кто-то видел кстати место подобранное видимо специально потому что практически соседний дом с домом где родился свое время его любимый жан-жакроссо вот это на той же самые граури то есть большой большой улиц чем объясняет карамзин свою остановку что ему нужно отдохновение сладостный питательный сон на персих любимой природы любезной природы то есть решил отдохнуть питательно на персих природы вот это его версия чем здесь застрял и смотрите следующее же его письмо следующий стык никакого благостного питательного сна нет в полночь пишет идет дождь и у него полная бессонница у него начинаются на самом деле галлюцинации вы сейчас это увидите я к сожалению должен довольно быстро листать вот он болтается по женеве в одиночку вот в таком же настроении примерно как он в горле и в дрездене было то что я из предыдущих писем да вот начинается опять это душевное душевное метание и к сожалению по согласно моей версии вот здесь в женеве они достигли кульминации все это кончилось очень плохо для него в то время как в дрездене он как бы ну да так переслал записку и немножко успокоился видно по следующим письмам что он уже в норме то здесь это кончилось довольно плохо я считаю что 2 октября 89 года это начало первые симптомы очень серьезной душевной болезни который заболел карамзин жене теперь смотрите дальше ветер усиливается дождь он никуда не уходит он продолжает болтаться по городу больше того начинаются галлюцинации смотрите какие-то благодетельные феи какие-то сказки вспоминания о детстве симбирском что он дон кихот который который с кем-то воюет понятно что дальше вообще начинаются фантасмагорические вещи следующий продолжение этого письма значит он вспоминает как он в детстве идет на гумно в деревне и и находит там взрослую саблю и который начинает махать это я считаю что в общем повод здесь психоаналитической реконструкции его состояния тут замещение каких-то очень серьезных и страхов и горечи и вообще уже больного состояния повторяю это 2 октября 89 года на следующий день после его приезда в жене то есть он останавливается здесь вообще нет хорошей жизни он чувствует что не может дальше путешествовать и с другой стороны возможно его наставники те кто его отправлял считают что женево это идеальное место для того чтобы он отсидел так вот единственное упоминание о болезни что здесь вообще была какая-то болезнь есть в очень коротком письме от 26 ноября повторяю это письма русского путешественника все можно прочесть в открытом доступе но я так понимаю я раньше не очень обращал внимание на этот фрагмент о том что была очень серьезная болезнь посмотрите он говорит что около двух недель я считаю что это просто очень серьезное преуменьшение скорее всего речь идет о двух месяцах но что было посмотрите жестокая головная боль который никогда не было не давала даже спать не то что писать мешала спать вот он так сидел целыми днями приходили врачи которых хозяйка ему вызывала никто ему не мог помочь две недели по крайней мере это не недомогание в то время как вот в традиционной интерпретации этот кусок вообще пропускается ну что там две недели там недомогание дальше он начинает путешествие так вот на мой взгляд это очень серьезные симптомы серьезные душевные болезни которые он нам когда пишет сознательно сокращает то есть он здесь не договаривает и пытается обозначить да была болезнь но ее не пытается рассказать нам полностью ну сами понимаете письма русского путешественника кому интересно что путешественник болит долг все ждут от путешественника новых впечатлений новых рассуждений новых интересных мест и так далее вот он забивает эти дни действительно вот этими рассуждениями которые крайне не удовлетворили лотман он говорит что он там делает не место карамзину в жене и правильно я могу ответить юрию михайловичу уже покойному заочно я могу сказать что делал карамзин в жене он тяжело болел отсюда и такая беглость невнятности его всех писем которые не удовлетворили лотман но ни в каком париже он не был он валялся у себя вот смотрите 26 он пишет мне кажется что-то на несколько дней позже что ему стало легче благодетельная натура сжарилась над бедным страдальцем свинцовая тягость вообще вот если перечитать это отдельно вы видите что речь идет не просто о каком-то выздоровлении а некоторым втором рождении а некоторым перерождение реинкарнации то есть человек вообще с того света вернулся почитайте вот эти вот настроение о том что он плакал как ребенок плакал как младенец и вы потом увидите сохранилось стихотворение которое в эти дни написал жене я листаю повторяю меня это в книжке все прописано и вот 1 декабря это по русскому стилю то есть соответственно 12 декабря по европейскому стилю но здесь он пишет по русски потому что это и день его рождения ему исполнилось 23 года теперь смотрите что он пишет 6 утра вышел на берег женевского и устремил глаза на голубую вот я уже как ищейка еду последовательно я уже на все обращаю внимание я вижу в первую очередь что 1 декабря в 6 часов утра это выйти значит в полную ночь это теме полный вот сейчас женеве я посмотрел 8 только расцветает меня профессор шарная женевская и написал он говорит она просто это бред там пол особенно в конце 18 века это вообще нигде ничего потому что считанные фонари были в городе как он шел а там эти минут 20 даже по суху с горки на спускаться что он вышел на берег женевского и уж конечно никакая в 6 утра нельзя устремить глаза на голубую воду это просто смешно это теме жуткая и 1 декабря этого года она еще раз проверит что за что за так сказать темень будет в 6 утра при том что женева сейчас обжита освещена и так далее так вот конечно же то что 1 декабря в свой день рождения мог доковылять до женевского озера именно доковылять в этом в этом я могу ему поверить но в этот день как раз может быть этим усилием воли что он в день рождения все-таки встал и вышел может быть это его спасло вообще вот именно именно этим что 23 летний человек решил что в этот день он должен все-таки перебороть эту болезнь и надо сказать что она действительно уходит смотрите стихотворение которое он написал 13 декабря 89 года женеве она опубликована во всех во всех его собраниях сочинений это на второй день после дня рождения то есть день рождения 12 1 по-русски 12 на следующий день он пишет это стихотворение вот почитайте внимательно вообще карамзин который к тому времени обладал уже хорошим слогом и писал блестяще почитайте у меня ощущение что это это какой-то такой вот первый первый вздох человека младенческое такое это камлание такое это благодарение природе и богу за то что он его оставил на этом свете это перед нет перерождение хотя раньше был ужас почитайте черная кровь возмущала ночи мои грозными страшными снами адской мечты вы представляете что с ним было и вот это первый день мне кажется когда он понял что он выжил посмотрите концовка этого стихотворения она конечно здесь все перемешано и самое конечно даже когда он стал знаменитым литератором вообще это с точки зрения стихосложения это какой-то действительно детский лепет но он с поразительной настойчивостью всегда это стихотворение ставил во главу угла своих собраний поэтических сочинений это значит что у него чрезвычайно ценил ну и понятно почему этот день его нового рождения 23 года он родился заново это произошло в жене вот это означает что если 13 декабря он выздоровел этот аксель пошел на поправку то есть произошел перелом а 2 декабря начались вот эти галлюцинации во время хождения по жене и ночью это означает что более двух месяцев он провалялся с очень тяжелой болезнью это ответ лотману на вопрос а чё же он там делал вот то есть то и делал он там пережил пограничную ситуацию и фактически новое рождение а вы посмотрите тоже проходной такой сюжет кстати тоже привязанной им ко второму октября то есть фактически первому полному дню когда он был жене что это с точки зрения психоаналитики вот этот момент почитайте что это за змея которая пыталась его ужалить из которой он поначалу с этой злобной тварью хотел расправиться но потом пожалел и говорит если натура тебя терпит в своем царстве то и я не буду прекращать бедного бытия твоего присмыкайся это кто кто это змея вообще по идее на мой взгляд это версия версия важная приветствую версия важная которая говорит о том что строго говоря вот это змеюка и злобная тварь это некоторое лицо который из-за которого претерпевает все эти мучения согласитесь что вот это психоаналитически это замещение очень важно и здесь он как человек христианин делает важнейшее утверждение христианское что он прощает этого человека евгений григорьевич большое вам спасибо я я полностью доверяю игорю что что раз вас забирают значит это нужно для нашего общего дела спасибо коллеги спасибо большое спасибо спасибо большое вы главное вы узнали уже я на самой кульминации такой вы все поняли вот вот этот вот злобная тварь это конечно моей версии это князь гагарин возможно я грешу до невинного человека но это было действительно редкая сволочь по жизни и действительно жуткий сладострастник и одновременно маньяк и такой тиран и тортюк одним словом вот я думаю что это во всяком случае тот человека который писал петров в одном из писем что плохие люди везде есть от кого ты сбежал из россии наверно такие бывают и везде поэтому ты на страну-то на нашу не обижайся злобу на нее не носить так вот нам признается карамзин конечно это фиктивная дата мне кажется 2 октября что он уже к кому-то там пошел где-то они там катались и все это это замещение какого-то эпизода который могло случиться позже повторяю он только в феврале туда отправился это могло быть значительно позже но ему надо было забить вот эту вот эту лакуну свою болезнь какими-то впечатлениями и вот появляется вот эта змея и он ее прощает я не исключено что этого эпизода вообще не было а это бред его как в 6 часов встать теперь возвращение коллеги я буду на этом уже закругляться причины возвращения дело в том что в девяностом году в феврале он еще путешествует он переезжает этот момент из франции в лондон у него там много знакомых дело в том что масонские дела и рекомендательные письма от новикова там есть люди которых можно называть это очень серьезные люди но кто-то ему сообщил что в россии точнее в москве происходит радикальные вещи которые меняют ситуацию принципиальным образом вот этот его друг и робкина который я показывал генерал-губернатор он был снят друг новикова и поставлен вместо него генерал прозоровский александр сантович князь прозоровский военный служака давила который весной 90-го года открывает дело против московских масонов с упором на то на новикова и начинает копать эту информацию естественно карамзин получает либо во франции либо уже в англии и вот тут у него остается дилемма такая должен он дальше бегать прятаться или уже не в нем дело уже замахнулись на самого новикова ситуация в москве принципиальным образом изменилась уже бьют уже по верху вот здесь пешка может быть ну какой-то так сказать унтер офицер какой-то нас уже бьют по генералам масонским в том числе по новикову по его благодетелю по его учителю и так далее может ли он в этой ситуации оставаться в лондоне я думаю что вот в этот момент он принимает решение что надо возвращаться тем более он понимает что в этой ситуации он не имеет права жить за чужих счет он не имеет права от них деньги больше требовать раньше они его прятали а теперь самим надо прятаться и финансовая ситуация действительно стала аховая у новикова закрыли типографическую компанию строго говоря и у благодетели то деньги кончились и лишних денег не было тем более на карамзина и вот в данном случае мне кажется вот после вот этого катарсиса который он переживает в женеве это новый человек ему ничего не страшно больше того там есть швейцарские некоторые дела где он чувствует себя сверхчеловеком когда он поднимается на горы высотой три километра он чувствует себя сверхчеловеком и в моя версия но она мне кажется имеет право существовать и вот он пишет это без даты письмо номер 157 из писем русского путешественника просто обозначено море он возвращается уже парохода что он пишет своей версии почему он вернулся он пишет о том что деньги кончились деньги действительно у него были во первых чужие во вторых любые деньги и свои чужие когда-то рано или поздно заканчивают единственное надо ли продлевать пансион или уже неудобно он считает что неудобно и надо возвращаться возвращается в милое отечество деньги кончились там остались две гинеи одна ушла в одно место здесь он на дно значит фрахтует каюту какого-то шкипера и вот он северным морем через кронштадт он возвращается я бы вам еще одно письмо которое я сначала использую но мне кажется очень очень важно это письмо раз который тоже в письмах русского путешественника но она обозначена июль 90 года хотя возможно в лондоне даты начинают плавать он в июле уже возвратился но понятно что это происходит во время путешествий из лондона в гринвич кто катался по темзе этот маршрут хорошо знают это один из любимых маршрутов вот но и в те времена тоже вот что он что он говорит мне кажется зная николай михалыч а мыс уже его теперь немножко зная а я его считаю что я его не просто знаю я его уже и понимаю вот это вот на самом деле это горько ироничное рассуждение а стоп том что такие деньги что такое деньги что деньги могут все а без денег ты не можешь практически ничего не оставляет выхода особенно интересно вот это вот что даже не золото какой-то клочок бумажки присланы из москвы в лондон это проговорка которая показывает как ему приходили эти аккредитивные предъявители в какой-то банк вот ему на веков периодически альтернатива какая что в потном кулаке зажал деньги которые якобы василий ему заплатил за треть наследства и он с ними а что по всей по всей европе катался 14 месяцев нет ему приходили скорее всего чеки вот это вот кусок бумажки который прислан из москвы в лондон вообще если в контексте это письмо брать она горько ироническая на самом деле что вот я думаю что в этот момент вот в этот момент когда он ехал с какими-то русскими из лондона в гринвич вот в этот момент он решил вернуться вот вот этот момент ну и совсем концовка это самое последнее письмо она уже помечена из константа без пометки номер 159 просто даты нет вот он прибыл в любезное отечество что-то перечитывает и почитайте последнюю фразу вот опять минут раньше ушел евгений григорьев сейчас был тоже порадовался ходу моей мысли почитайте последнюю фразу и вы выясните для себя какое слово центральное опрятная хижинка или китайский фонарь китайские тени воображения сердце или друзья нет круче мой слой свобода вот смотрите он ездил в путешествие за собственные деньги и казалось бы был свободен если он турист деньги есть он все подчиняются куда хочет туда едет как птичка небесная помните письмо из дрездена а на самом деле он возвращается на родину где его предстоит может быть вот та железная клетка из которой вырвался и все-таки он говорит что мог бы на свободе веселиться дело в том что карамзин один из первых русской истории пересмотрел это мое заключение пересмотрел некоторую инверсию соотношения родины и свободы которые у нас присутствовала в нашем сознании до сих пор кстати присутствует классический западный дискурс состоит вот что если на родине нет свободы зачем мне такая родина я выбираю свободу князь курбский какой-нибудь да или даже александр иванович герцог он потом же объясняет в письмах с того берега чего это он там в париже а потому что на родине свободы нет а здесь есть свободы я хотя бы могу писать я могу там влиять на россию там и тогда он выбирает свободу карамзин первый поставил вопрос иначе не зачем мне такая родина если она без свободы я убираю слово он поставил вопрос иначе зачем мне свобода если у меня нет родины вот этот момент связан с его возвращением он фактически его спас потому что екатерина вторая рассуждала следующим образом если человек вернулся значит ему скрывать особенно нечем потому что для него было очень важно что вот масоны они кто-то значит со шведами интрига когда швейцы против нас воевал даже война кто-то с пруссии с берлином там другие масоны вот новиковского типа она очень подозревала особенно подозревала связку шведов пруссаков с наследником своим сыном павла петровичем которого она не любила эта связка масонская была ей она же была как бы нелегитимная императрица хотя уже сидит шестьдесят второго года то есть уже скоро 30 лет сидит и все равно чувствует себя не уютно она боится иностранной интриги и тут друг карамзин возвращается и на процессе девяносто второго года от него отскакивают все обвинения потому что главное он вернулся он предпочел родину хотя гарантии что здесь ему будет хорошо нет я думаю вот эта модель выбора родины она потом сыграет очень большую роль для очень многих наших ключевых фигур нашей философии нашей общественной мысли смотрите следующий после карамзина кто предпочитает родину а не свободу был тот яковлевич чадаев середина двадцатого года идет процесс против декабристов всех его друзей все же знали что чадаев близок с очень многими закадычный друг и тем не менее в двадцатом году он после двух с половиной лет путешествия вдруг возвращается его хватают в брест литовский на границе и его лично пытается трамбовать ненавистник его великий князь константин брат брат императора но уже зашедший на престол николай 1 говорит отпустите его раз он вернулся значит он ни в чем не виноват во всяком случае он самым главным он прав русский двоеренит должен быть при русском царе все вопросы сняли его отпустили хотя конечно объявили сумасшедшим как это может быть предпочел родину свободе был на западе вернулся это только сумасшедший может я думаю что в одном из ближайших семинаров у нас будет очень интересный разговор а николай гаврилович черношевского и владимир карточек и вот это дилет дилемма выбирать ли свободу или предпочесть клетку здесь когда говорилось это серьезный будет вопрос я думаю что один карточка главный сейчас специалист которым нет альтернативы он нам расскажет вот этот поворот вы видите ключевые фигуры карамзин чадаев черношевский они становятся перед дилеммой родина или свобода и все трое кстати предпочитают родину с вариантом таким что а почему не сделать родину свободу зачем бежать туда я думаю карамзин вот это на этот вопрос ответил своем предсмертном завещании двадцать шестого года уже когда он был боль болен он написал к потомству знаменитой свое такое сэ которое осталось не опубликовано в его бумагах рукописном тексте он сказал что радуйтесь тому что каждый может быть свободен только ты можешь быть лично свободен меня не могут освободить ни конституция не республика не монарх не парламентаризм не либералисты не сервилисты я могу освободить себя сам только с помощью божий вот это то что мы называем в своем узком кругу христианским либерализм то есть это приоритет свободы но кроме бога уповать не на кого вот эта концепция мне кажется с этим настроением христианский который простил своего мучителя вернулся к тому времени того кстати сняли из москвы его отправили здесь уже начал работать прозоровский и он посадил в итоге на вековую самое последнее что вот этот человек молодой парень двадцати трех лет он стал единственным кто встал на защиту на веково кого-то когда того посадили он написал своем журнале московском журнале который начал сдавать и нас первом году он написал одну к милости где апеллировал непосредственно к епатерине 2 о том что она должна простить на веку потому что этот человек замечательный и два замечательных человека должны понять друг друга и для россии должны работать вместе это единственный кто рискнул все остальные масоны попрятались начали стучать друг на друга были откровенные ступачи а были люди которые хотели отсидеться кстати кроме новикова никто не пострадал ключевые фигуры в общем-то сильно не пострадали потому что екатерина не хотела портить отношения с выдающимися дворянскими в прошлом боярскими родами там лопухиных трубинских она не хотела с ними ссориться из запада но новикова она должна была одного взять изолировать его изгнать что и произошло николай михалович карамзин потом неоднократно выступал уже помимо того что он очень рисковал в 92 году когда своем журнале написал оду к милости он потом рисковал когда он защищал новикова перед александром первым неоднократно и после смерти новикова восемнадцатом году он единственный кто просил за его несчастную семью потому что жена давно скончалась несколько больных детей которые оставались без средств существования в восемнадцатом году после смерти новикова он единственный кто просил и добился таки у александра первого внимание вот к этому несчастной семье это мне кажется что вот это письма русского путешественника такая книга который еще будет много на ставить загадок но вот мне кажется что я начал вот эту альтернативную концепцию которая она еще может быть сыровата несколько но мне кажется что основные кирпичи уже поставлены верно строительство будет продолжена я надеюсь с помощью талантливой научной молодежи владимир кроме того часть из которого несомненно присутствует в зале спасибо за внимание дорогие друзья коллеги если вопросы к нашему сегодняшнему гостю и великолепному докладчику ошеломляющая концепция пожалуйста спасибо за доклад вы конечно разрушили все мои представления путешествия коронизана особенно когда я читала и действительно представляла как молодой каранзин сидит с карты европы тщательно разрабатывает свой план путешествия у меня один такой формальный вопрос все встречи с философами в частности встреча с картом они в действительности состоялись во первых да ты будешь выступать и на нашей конференции надеюсь будешь на второй день обязательно когда приедет марина быкова которая знает твои работы будет с ними работать соответственно вот она будет как раз специалистка по канту и видимо сделает упор на встречу карамзина с карта во первых это была незапланированная встреча вот ты права когда его отправляли они конечно прикинули и маршрут и с кем бы он мог увидеться вообще чтобы его отсюда отправить они ему наобещали что у тебя поселим рядом с домом где руссо так вот в планах встречи в кенигсберге с картом не состоял вернее не планировать потому что он должен был море сначала из кронштадта до любик кенигсберг не был поездки это произошло случайно у него оказались не совсем те бумаги ему надо было брать дополнительную бумагу на морское путешествие у него ее не было возвращаться в москву где должны были оформить эту бумагу естественно не мог там вот этот зверь сидел так вот он едет вдоль континента вдоль моря и посещает кенигсберг где встречается с кантом это была первая его встреча но судя потому что по письму русского путешественника чрезвычайно информирован что он ведет разговор на лап на равных у меня есть серьезные подозрения что это конечно додумка уже более позднее он он вообще не планировал с ним встретиться потому что к некоторым фигурам там лафатер в цюрихе или банная женеве он к ним готовился и он знал больше что он с ними работал даже с переводами их ними так с кантом он не готовился и судя по тому что впервые появились картовские картовские фрагменты появились ли лишь после возвращения спустя полтора года первые куски писем русского путешественника связанные с германией появились в первой половине девяносто первого года вот за этот период когда он вернулся летом девяностого года и до публикации московском журнале кенигсбергских кусков прошло несколько месяцев почти год я думаю что за это время он естественно поскольку это один из первых фрагментов что это первая его встреча с великим европейцем он очень тщательно готовился и мои коллеги вот по сектору и можем огняться на конференции этим мыслями показывают что он конечно знает такие тонкости судя по письмам русского путешественника который узнать тот момент не мог когда в июне восемьдесят девятого года встречался в кенигсберге с кантом то есть он там чуть ли не на равных разговаривает 22-летний парень разговаривает с самим кантом на равных естественно это плод позднейших размышлений оттачивание собственной аргументации потому что выглядит он там весьма и весьма солидно хотя николай михайлович был очень талантливым человеком и прекрасно знал философию кстати в том числе и кантовскую но там такие детали описаны которые скорее всего были плодом позднейшего домыслия и соответственно литературной обработки уже в письмах русского путешественника просто получается что исходя из вашего доклада складывается именно картинка этой встречи канта и откуда у карамзина появляется именно кантовское понимание свободы понимание именно того что важна свобода не внешне а внутренне получается исходя из этого путешествия пройдет весь долгий путь эмиграции и побега он возвращается в россию и потом всей своей жизни демонстрирует это понимание внутренней свободы именно в кантовском понимании это очень важно это очень важно поэтому он не зря над этим работал хотя повторяю он об этом думал раньше он же закончил четыре года проучился в пансионе шаден немецкой слободи шаден это крупнейший философ которого екатерина вторая лично позвала с графом шувалом возглавить направление философии московском университете а этот был в его частном пансионе любимым учеником больше того шаден лично готовил карамзина к поступлению в лейпциевский университет на философский факультет где конечно кант одна из так сказать ключевых фигур была и так далее то есть он это конечно знал концепцию карту но вот это все настроение да но в результате путешествия усилилась а в результате доработки писем и картовских сюжетов по письмам они еще были усилены и поэтому конечно это смотрится уже как итог в общем-то размышлений более серьезного человека чем он был летом восемь девятого алексей алексеевич спасибо за интересный доклад вот возвращаясь к теме карамзин масон да ну такая есть традиционная трактовка чтобы просветительство посольство привлекало дарит и взял людей то же самое время истические такие вот аспекты да не особенно если вдохновляю вот как вы относитесь к вашему клубу во многих биографиях вот это вот ранее карамзина отмечается и и второй аспект все таки вот подводя это как вы полагаете какое воздействие мировозжение на вот то о чем вы рассказываете это бед вода выносленная отдаленность от веселья и какие-то новые представления вообще жизни да вот как это на него повлияло с точки зрения его последующего и те взгляды в котором спасибо смотри по первому вопросу насчет масонство значит дело в том что в некоторых публикациях он стоит вообще особняков чтобы масоны отдельно карамзин нет дело в том что навеков был такой же его тоже привлекало масонство как инструмент реализации просветительских идей но вот эти таинства все эти ритуалы они его сами назначали на все должности но никогда этим не увлекаться поэтому он отдельно и его лучший ученик карамзин навеков и карамзин с одной стороны а с другой стороны вот эти вот ребята кутузов трубецкой лопухин те которые очень много занимались ритуалами вот это хотя и были известными просветителями тоже поэтому мне кажется что за фигурой карамзина стоит на тот момент гораздо более мощная фигура новикова то есть вот это направление что масонство это лишь инструмент реализации просветительских целей вот поэтому кстати главные масоны и недолюбливали навекова него сдали потом довольно легко сами выпутались из истории были наказаны не очень вот а навеков получил по полной и в этом смысле они карамзина тоже считали человека навекова вот причем это подтверждается казалось бы ну такой мелкая фигура брата ну кто такой таких братьев было тогда довольно много и были сотни почему карамзин вот так выделялся на навековском что он ему доверял очень важные направления работы это близкий лично ему был человек вот восемьдесят восьмом году найдены документы что когда навеков делал очередной свой типографический проект ему уже с деньгами было хуже и он вынужден был заложить некоторую недвижимость так вот тогда было надо найти было несколько дворян которые стали бы поручителем и среди нескольких действительно крупных масонов вдруг появляется основной поручик двадцатилетний парень карамзин который гарантирует значит своим словом что вот этот человек не кинет там и долги все отдаст то есть восемьдесят восьмом году поручался за самого навеков это показатель того что числе там четырех пяти человек всего это означает то что для них не было главной его иерархии в масонской среде а именно личная близость к главному просветителю вот это очень важно поэтому здесь они в спайке теперь второй вопрос о так сказать на его дальнейшую работу и мировоззрение конечно вся его работа над историей государства российского это попытка сделать из россии полноценную европейскую страну он насмотрелся его очень занимают мне это в книжке по швейцарии есть его очень занимают он обращает на это внимание такие проявления какого-то локального патриотизма людей которые в общем-то здесь живут ничего там особенно хорошего нет кроме природы вообще условия достаточно тяжелые там камни высокогорье отсутствие каких-то благ цивилизации все равно люди любят это место и вот он начинает понимать на собственном фоне как беглеца лишенного к родине что это высокая ценность скорее всего она и есть главная ценность свобода это приложение к родине а не наоборот где хорошо там и родина нет начало родины и хорошо чтобы она была свободной а не получается хоть я буду свободной поэтому вяземский о нем писал так как человек карантин всегда оставался либералов ну а как как бы политический мыслитель он в общем тяготел мне при консервативной модели для россии потому что я это одно а государство тем более такое мощное огромное это несколько другое поэтому мне кажется вот это путешествие кардинальным образом повлияло на всю его последующую деятельность особенно на написание истории государства российского о чем вообще я могу отдельно много говорить потому что там еще есть интересный сюжет совершенно неожиданно сейчас просто даже не буду закидывать это разумеется это кардинальная вещь поскольку ну все знают что у нас как так считается ну молодежный текст письма русского птича а потом начинается уже настоящий карамзин такой фундаментальный и все вот зачем-то начаться такое огромное значение придается вот этой записке древней новой россии текст которого не знали современники который найдено было середине века только в документах вертенбергской королевы бывший нашей великой княгини екатерина павловна которую эту записку написал на ее отдала императору тот почитал ему не прораз он выкинул из тех пор а мы носимся с этой записки как с ключевым текстом на самом деле письма русского путешественниками гораздо важнее вот в иерархии карамзинских текстов вот но они объясняют общее его настроение в истории государства российского тоже олеги вопросе от наших аспирантов а профессор профессор можно но я тоже не да как сегодня не признали одну доктора профессора не признали так и ты молода выглядишь да я честно думаю тоже какой-то пишущий пишущий или пьющий но главное сегодня не спавший всю ночь слушай у меня тем не менее спущает одна вещь письма русского путешественника это огромная книга написать постфактум придумать все это довольно трудно я почти уверен были наброски были дневники что-то было нельзя ничего сделать что то значит смотри конечно бы был блокнот дорожный блокнот может быть несколько блокнотов потому что они потом были уничтожены этим пожарный вон сам уничтожен очень многих письмах письма русского путешественника я вышел с одним посохом с маленькой сумкой в которой ну что там лежит хлеба кусок и мой походный блокнот поэтому дело в том что вот германия и швейцария я считаю что это достаточно подробные записи записи блокноте они подтверждаются полностью документально разными другими исследованиями что все что он там записывал по датам все совпадает есть просто уникальные вещи где люди потом перепроверяли он действительно выясняется что в этот день был в этом месте может секрет в наши дни некоторые исследователи настолько до тоже что подтверждают например в германии там была погода где-то в берлине вот в этот день действительно был какой-то уникальная гроза совершенно было то есть по документам это подтверждается ведь письма русского путешественника один из объектов пристальнейшего внимания исследователя целой школы как бы суд вот поэтому конечно записи бы вот что касается того как он потом работал я думаю убедительная концепция такую сермана очень известного этого но это из лотмановского поколения мне давно нет уже давно это такая ключевая фигура вот это можно стоит был такой еще лотмановского крепкий мужик и кстати очень хорошие литературы вет я его плохо знал но сейчас узнал гораздо лучше у него есть статья одна из его последних где-то одна из предсмертных статей написано где писались письма русского путешественника так вот он приходит к выводу что германские и швейцарские сюжеты написаны в женеве поэтому там пять месяцев и прожил но вот он этого не догадался насчет болезни но там действительно были потом два месяца когда он был уже более-менее здоров это конец декабря весь январь и начало февраля вот за эти два месяца скорее всего первые главы письма русского путешественника были отработаны в женеве на основе дорожных записей вот тогда он все это сочнил а уж тогда видимо местные библиотеки на французском языке появляются в женеве некоторые тексты которые просто потом инкорпорируют свои письма хотя это не он просто видно что это некоторые заинственные сиповский еще доказал поэтому мне кажется сервер прав дело в том что первые же я говорил что в московском журнале девяносто первом девяносто втором году были опубликованы вот эти куски германские швейцарские все у него было время когда жене и он приезжает и уже готовит к зданию вот эти первые куски они потом пошли в общее собрание сочинение нормально пошли а вот французские английские куски он уже писал в москве когда те издавал первые то то что выйдет в аглае девяносто четвертый девяносто пятый год это он уже писал в москве францию и англию тоже возможно на основе каких-то записей да потому что вот лотман полностью как бы скептически относятся что были какие-то за все говори что это сочинение чисто литературу вот такой упор делает на это и довольно пренебрежительно пишет про записи дневникова мне кажется что карамзин действительно по крайней мере германию швейцарию вот за швейцарию я просто уже даже ручаюсь потому что я вижу вижу как это все трансформировалось факт есть факт 91 году швейцарские куски уже были опубликованы это значит он должен был приехать заготовками и скорее всего женеве было очень серьезная работа когда он выздоравливал он сидел на одном месте и писал уже будущее и не охота уже путешествовать у него такие впечатления что он уже может писать и у него дар обострился вот этого стихи вот эти вот как будто спросом и как снова родился да они уходят начинается мощный текст уже книжку придется показать такую свою привез в принципе тебе покажу я говорю что презентация будет потом посмотреть да она небольшая дело в том что мы же это делаем для наших швейцарских друзей понятно вот и на пусть и проведать ну подойдет посмотрим я обложку то я показываю поэтому да будет презентация просто даже сейчас не собираюсь особенно раздаривать потому что хочется сделать именно отдельный рассказ пишется это будет 18 числа в институте философии а конференция начинается семнадцатого и все кто здесь участники я вижу докладчики наши все выступят семнадцатого а восемнадцатого уже буду я и швейцарцы а вы будете отдыхать только сидеть на уши надеюсь пока мы будем отдыхать ну как договорились в общем пишущие не пьющие ты сам сказал залить будут еще вопрос потому что я так чувствую что вадим как сталин подводит итоги обычно но есть всегда какие-нибудь землячки которые перебивают у меня не вопрос у меня большая благодарность алексеевичу за проведенные исследования которые по справедливости можно назвать расследование и обращаюсь к нашим философам с тем чтобы они обратили внимание на эту блестящую технику чтения которая нам предложена потому что техника чтения это в общем-то не специфическая германептика а это работа с контекстом на таком уровне детализированном который изменяет смысл самого текста это прекрасная ювелирная работа которая действительно стоит обучаться что делает алексей алексеевич он сначала расфокусирует оптику наведенную на каразина на этот текст эти пласты традиции чтения текста которые сложились 200 лет наши нашей литературе а затем выстраивает новый прицел и в этом новом прицеле мы обнаруживаем совершенно а иное явление действительно иное явление которое поворачивает и наше представление о николай михалович карамзине и собственно роли этого текста в истории русской культуры я считаю что алексей алексеевичем совершенно подлинное историко-философское и культурологическое открытие вот и пусть пока автор думает что его концепция 3 требует укрепления но уже в этом виде она впечатляет и убеждает своей аргументированностью и тем уровнем работы которые проделал так что огромное спасибо я еще раз нашим философом здесь обращаюсь спасибо я вам должен сказать что конечно цена вопроса такая что другой бы мог сказать вот есть вот лена читала наслаждалась карамзине вот таким мальчиком который значит это путешествовал нам всем охота тоже путешествовать и тоже все цена вопроса такая что мы не можем отступить перед проблемами погоде известный историк он сказал что вся русская литература началась с первого письма карамзина в письмах русского путешествия который написано дверь 16 мая восемьдесят девятого и я открываю его и я вижу ребята только не вспоминайте меня с горечью и что я должен отступить перед этим так что по погоде это начало всей русской литературы а если мы ее неправильно понимаем как мы потом пойдем а то же появится такие гиганты как присутствующие здесь они стоят на плечах и погоде на и вот этого картина чего же мы будем понимаем вот поэтому да надо написал то же самое что именно письма русского большинства начало русской литературы кто написал буслаев великий буслаев но буслаев еще придерживался концепции что это компендиум уже заготовленных писем мы сейчас тоже когда мы говорим что наброски были наброски были но как написал тот же сиповский это был заглазный разговор писать он не имел права посылать не имел права описать мог поэтому наброски были но я думаю что блокнот он не подразумевает расширенных он человек который держал в голове свои вещи у него потом было время их литературно все настроение его естественно и аргументация можно и настроение все конечно у него в голове уже был но еще стоит обратить внимание на этот портрет не обыкновенный портрет потрясающий и как я могу сказать веке стоит в институте философии как он появился этот портрет народ так побежал под шумок 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 дело в том что понимаете портрет сам загадка я здесь не так хорошо видно но тут видно всем что у него голубые глаза здесь на портрете видно они серые скорее серо-голубые серо-голубые манера просто невероятно что ты будешь ты будешь ты будешь как ты будешь у меня как карамзин у навекова ты за меня поручишься они не верят все не верят как карамзин за навекова дело в общем на классических портретах карамзина у него везде карие глаза то есть это тропининский портрет восемнадцатого еще до этого дамон арталан знаменитый портрет его который он для брата делал с портрета рокотова снова смотря на струйская на нас струйская вообще он гениальный но это один из лучших его портрет потому что это я так сказал что это не меньше чем рокот это очень сильный ролик об этом портрете что это а он считается неизвестного художника может быть на основе того что но вернее я так тоже сначала думаю очень похож вот мы последний портрет его классический гиппиуса лифлянца который делал с него такой так сказать для собрания сочинений оттиски но все то же самое нос губы брови все хотя старше уже на 40 40 лет а глаза вот загадка голубых глаз она меня не оставляет поэтому на обложке на обложке это он присутствует потому что все это загадка вся книга загадка загадки поэтому даже если это не карамзин этот портрет оправдан потому что он сейчас атрибутируется на красной площади стоит исторический музей у нас а в нем написано что это карамзин то есть все считают что это карамзин так как все считают но я дала объяснение по поводу этого глаз Алексея Алексеевича что это элемент стилизации допускаемого художника то есть для лучшего вида позволялось иногда что-то менять в натуре натуре для того чтобы это было более здесь не работал на заказ парень не мог за себя заплатить там и так далее он многих таких у него очень много портретов неизвестных данном случае наоборот получилось что неизвестным остался рокотов а карамзин у нас великих художников нет у нас есть данный очень не атрибутирован как рокотов и больше того я еще одна версия которая тоже может быть она в ту же струю о том что урок этого были заготовки он главное для себя сделал а вот воротничок там джабо платок мог поручить своим ребятам которые видать были супер потому что все что мы знаем рокотова включая портрет екатерины знаменит доделывали его художники крепостные и доделывали блестяще это была целая школа рокотова и в данном случае когда он заготовку сделал вполне кто-то из подмастерьев мог глаза для красиво я могу рассказать фондан по поводу рокотова у меня был советский ремонт 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 художник кто не саян саян хороший художник который его как-то не продавали сделал подделки вообще семнадцатого конференции она будет висеть на разных сайтах видимо этого из вышки 17 философии в 11 часов большая конференция и 18 в один часов уже в зале ученого совета моя презентация книжки а это мой лишь большой привет пусть приходит счастливое спасибо короче говоря прошлом году я слушала прошлую философию девочки фамилии саян я говорю я вот сейчас звали имя и армянского вместе говорю скажите я вот сергей саяна отношение никого не имею это мой дедушка сказал я говорю вы знаете чем дедушка занимался советское время неизвестно страшно страшно потому что там есть какая-то тайна такая который лучше не брать даже самая все его вот эти портреты с глазами о которых потом писал заболоскиш целой стихи это они не для копеистов штучная вещь что это оригинал нас так не сделаешь либо он либо ближайшие ребята доделывают а вот с глазами это вот загадка пока нет вот такие дела ребята девочки учитесь все хорошо работаете работаете как роботов и как николай михайлов карамзин каждый день и так как рамур за да но только на исторической родине сразу же не петлять нигде а в швейцарию мы будем выезжать на конференции я в девяностором году мы предложили грима не остаться хорошо бы мы сейчас были если бы он там остался да где мы собирались были там где мы была Лена Лена вообще неизвестна вот ты понимаешь что ты приедешь тебя ты уже посадят почему я это чувствую он приедет он при этом был болгарин он слышал Володька не уезжай из Германии оставайся здесь теперь слушать ну у вас делать некогда в России я понимаю что я буду делать а если тюрьма ну и там тоже дела пойдутся смотрите какой тогда четыре уже выясняется карамзин чернишевский и карамзин ну спасибо всем да закрывайте ну что я должна сказать что очередное заседание нашей научно учебной группы состоялось спасибо всем кто пришел оно было в необычном формате очень благодарны Алексею Алексеевичу ну вот не знаю приносим извинения за всю высшую школу экономики но в данном случае мы сделали все что могли для организации этого мероприятия значит так русская философия пока что звучит в нашем запрозападной ориенте для всех кто приходит мы выступаем не для абстрактных кого-то нужно сказать что вот тогда наши магистры но вы знаете они чрезвычайны наши магистры ручат до шести вечера ну к сожалению магистры до шести а вот Верочка прибежала а у нее значит в шестнадцать-тридцать закончилось я больше чем уверена да в шестнадцать-тридцать да в шестнадцать-тридцать то есть бакалавры заканчивают магистры начинают вот этот промежуток это значит может вам для отчета начальством нужно чтобы больше людей чем для меня очень хорошо все было спасибо научно-учебная группа на самом деле это и есть такие персонифицированные и очень целевые в плане аудитории занятия семья очень приятно да да я